Всем привет! Сегодня наконец-то поменяю эти тяжелые стальные колеса на стандартные алюминиевые диски, которые будут соединены между собой. Все-таки я решил делать двойные колеса, хоть и в финальной версии разработчики их сделали просто широкими. Двойные мне нравятся больше, да и не существует такой широкой резины, именно под мою арку. Но все же на эти диски можно будет установить одну широкую покрышку. Диски будут свариваться между собой с помощью полуавтомата в среде защитного газа аргон. Варю именно эти диски, так как за 20 лет использования их сильно потрепало и нецелесообразно будет их восстанавливать. Тем более у них очень удачная форма под мою задачу. Для начала я полностью зачищу места сварки. Диски будут свариваться между собой по ободу и каждый луч между собой. Проставки между дисками использоваться не будут, покрышки будут плотно прилегать друг к другу. Также для прочности можно прозвелить лучи и вставить в каждый алюминиевый прут. Потом все это проварить, либо расклепать, но это уже если совсем перестраховываться. Для сварки буду использовать импровизированный стенд из поворотного кулака с подходящей разболтовкой. Сразу проверил, насколько сильно бьет первый диск. Есть биение в пару миллиметров. Второй диск буду прижимать с помощью шпильки через центральное отверстие. Теперь с помощью стойки и молотка выровняю два диска между собой, насколько позволят годы эксплуатации этих дисков. Стрелочный индикатор в данном случае использовать нет никакого смысла, в ноль выровнять эти диски не получится. После выравнивания есть небольшое биение, но при движении этого не будет чувствоваться. По крайней мере хотелось бы на это надеяться. Взял себе в мастерскую для сварки алюминия баллон аргона, а также в придачу сварочную смесь и углекислоту. Так что я думаю электродами теперь буду пользоваться очень редко. Варить буду так же, как и стальные разварки. Сначала по периметру поставлю прихватки, а потом обварю сплошным швом. Первый шов мне совсем не понравился. Пока я не так много варил алюминий, но таким шов точно быть не должен. Решил подогреть диск, так как алюминий быстро забирает тепло и от этого шов получается неровным. Буду это делать газовой горелкой. Таким образом вместо сварки удалось нагреть до 130 градусов. Снова попробовал положить шов. Получилось лучше, но еще не идеал. Не хватает опыта сварки алюминия. Решил посмотреть на текстуру шва внутри. Для этого зачистил его лепестковым кругом. Получилось хорошо, поры кратеров не видно. Также зачистил первый неудачный шов. Нашел в нем небольшой пузырек. Это хороший знак, можно продолжать работу и попутно экспериментировать с режимами и направлением сопла горелки. Спустя некоторое время удалось получить нормального качества шов. Решил делать два этапа. Сначала проварить узким швом и зачистить, а после положить финишный широкий шов. Лучи пока проваривать не стал. Сделаю это позже. Сейчас уже можно снять диск, но чтобы открутить гайки нужно срезать центральную часть второго диска, либо рассверлить отверстие под баллонный ключ. Не хочу ослаблять диск и поэтому выбрал второй вариант. Для этой цели сначала взял дрель, но она не справилась со ступенчатым сверлом при такой толщине металла. Далее я попробовал шуруповерт. От нагрузки он моментально перегрелся. Нужно было продолжать работу, и я купил такой перфоратор с функцией дрели. И в придачу ступенчатое сверло, максимальный диаметр которого 32 мм. Подобрать идеальный инструмент бывает непросто, а иногда еще приходится долго ждать доставку. В такие моменты может выручить магазин товаров для дома Галамарт. В Галамарте более 7000 товаров. Можно найти все, от лазерного уровня до шуруповерта. А 25 сентября в честь дня рождения всех покупателей Галамарта ждет скидка 30%. Можно приобрести не только инструменты, но и гаджеты, бытовую технику и товары для путешествий. А по промокоду КЛЮЧИ до конца сентября действует скидка 20% на покупки в интернет-магазине Галамарт. Пока сделал два отверстия. После этого снял диск и уже в удобном положении просверлил остальные отверстия. Ширина диска получилась 46 см. Это около 18 дюймов, как и диаметр самих дисков. Диск остыл и самое время надеть на него покрышки, так как скоро зима надену на диске зимнюю резину. Для таких колес весь процесс шиномонтажа происходит вручную, так как вряд ли такой диск влезет в станок, да еще и с одной надетой покрышкой. А вот отбалансировать его, наверное, можно. Если вы работаете на шиномонтаже, напишите по этому поводу в комментарии. Очень интересно об этом узнать. Следом надел вторую покрышку и попробовал все это дело надуть. Как и предполагал, этого просто так не сделать. Широкие покрышки мешают друг другу, а уши я в продаже не нашел. Поставлю камеры, да и с ними будет понадежнее. Камеры взял газелевские на 16. Оказалось, это обычная практика, ставить камеру меньшего диаметра. Все спокойно встает и на этом можно ездить. После установки попробовал накачать камеру и сосок просто провалился, так как он на камере находится ближе к центру. Пришлось все опять разбортировать и просверливать новое отверстие. Убрал все опилки и вставил камеру. В этот раз все получилось и сосок остался на своем месте. Таким образом собрал двойное колесо. Осталось прикрутить его на свое место и надеяться, что оно не будет задевать за арку. Встало удачно на свое место. Короткий сосок внутреннего колеса не задевает за суппорт. Еще переживал за задний стакан, но до него оказалось около 12 мм. Если еще опустить машину, то расстояние увеличится. Вылет у колеса оказался такой же, как и был до этого. Таким же образом сварил и собрал второе колесо. Ну а теперь собственно ради чего это все затевалось. Это вид сзади. Получилось довольно таки брутально. А самое главное, очень похоже на оригинальную модель из презентации игры. Вот теперь мне прям очень не терпится на ней проехаться. Я думаю и вам очень хотелось бы ее увидеть вместе в мастерской. На этой положительной ноте я буду заканчивать эту серию. И прошу вас поддержать этот выпуск лайком, репостом и небольшим комментарием. А также подписаться на канал, если еще не подписаны, чтобы не пропустить новые видео. Пока не хочу загадывать, но на эту осень запланировано много новых видеороликов.